Оксана Михайловна, известно, что по контракту с подрядчиком 1 сентября должна быть полностью завершена реконструкция и обустройство городского парка. Как выглядит ситуация сейчас? Какие работы ведутся? Вообще мы идем в графике, который прописан в контракте, то есть определенные виды работ, которые там прописаны, они идут в графике. Поэтому я думаю, что к 1 сентября работы будут выполнены, там может быть немножко, им дается, по-моему, насколько я помню, около 10 дней, это для полностью проверки всех КС, которые есть, для того, чтобы полностью закрыть контракт и после этого уже рассчитываться с подрядчиком. Поэтому работы идут своим чередом, если кто-то гуляет, то уже видел, что часть забора и со стороны улицы Карла Маркса уже стоит. Решаются какие-то технологические вопросы сейчас, то есть в какую сторону будут открываться, закрываться ворота. Поэтому я думаю, что со сроками у нас проблем не будет точно, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, которые у нас все-таки периодически иногда в парке возникают. Вот сколько работ делаем, столько все время происходят какие-то именно форс-мажоры. То мы кабель какой-то обнаружили нечаянно, то мы не знаем, где у нас что лежит под землей еще, кроме кабеля. Поэтому если таких не будет никаких проблем, то я думаю, что в сроке мы все-таки уложимся и все сдадим вовремя. Один из любимых горожанами объектов парка – это фонтан желаний. Как ранее вы рассказывали, требуется ремонт, замена семи насосов. Какие планы в настоящий момент? Когда все-таки заработает фонтан? Да, на самом деле это был такой объект притяжения и детей, и взрослых, особенно в жаркие дни. Но сейчас нас погода спасает, я хочу сказать, да, не очень хочется быть возле фонтана, потому что и так мокро. Но полностью будут заменены насосы. На сессии нам передвинули денежки на приобретение новых насосов, поэтому все будет приобретено, подключено, и фонтан, я надеюсь, что, ну, может быть, к середине июля, видите, тут немножко не все от нас зависит, потому что это объявляются конкурсные процедуры. Выиграл Краснодар по начальной минимальной цене контракта, и поэтому, ну, вот сколько они будут идти с Краснодара, да, сколько будет идти оформление документов сейчас, потому что после сессии должно выйти постановление с передвижкой, да, финансовых средств. Естественно, это надо внести изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности учреждения, добавить это, ну, то есть еще такие, скажем так, небольшие, буквально бумажные дела, которые мы должны вот быстро-быстро очень сделать. Я все-таки надеюсь, что к середине июля у нас фонтан заработает. То есть еще поллета мы будем жить с красивым фонтаном желаний. Учитывая возможное продление ограничений, связанных с коронавирусом, как этим летом будет построена работа парка, будут ли работать аттракционы, будут ли в целом проводиться культурно-массовые мероприятия. Аттракционы все работают, потому что в основном это же не масс, ну, скажем так, это все равно не массовое скопление людей, да, они приходят туда семьями. Даже когда у нас строгие были ограничения по распоряжению губернатора Андрея Александровича Травникова, разрешалось семьям приходить куда-то вместе, да, то есть поэтому на аттракционы в основном ходят дети там с родителями, с бабушками, да, с сестрой, с братом, поэтому аттракционы работают. Дети, конечно же, летом не должны остаться без своей части игр и забав, поэтому это все работает. По поводу проведения массовых мероприятий, ну, рекомендовано пока, хотя распоряжения еще губернатора нет, но сказали, что вот оно буквально день-два, и оно будет подписано. Там все-таки предполагается ограничение проведения массовых мероприятий, но при этом, ну, по крайней мере, на штабе, как бы, высказывания в СМИ Андрея Александровича было сказано о том, что залы, все-таки концертные залы, театральные залы, они работают с 50-процентной рассадкой с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, то есть это обработка рук, это обязательный масочный режим, это термометрия на входе, поэтому если будут у нас какие-то мероприятия такие запланированные, то я думаю, что мы их проведем с 50-процентной рассадкой зала.